Впервые турнир был проведен весной 2004 года в станице Полтавской. В предсезонных соревнованиях приняли участие клубы национального высшего дивизиона и стран ближнего зарубежья. В 2008 году Кубанская весна получила новый статус – Международный фестиваль молодежных сборных. А с 2009 года Кубанская весна обрела свои нынешние очертания за основу в результате системы проведения олимпийского турнира. Мы, Российский футбольный союз, горд тем, что проводят такого уровня турнир именно в Сочи. И, соответственно, мы счастливы за то, что все команды безумно хотят попасть сюда, увидеть, потому что это центр Олимпиады. И я думаю, что в этом году у них вообще будут двойные впечатления, двойные эмоции. Вчера сборная России провела свой первый матч. Противником стала сборная Румынии. Несмотря на дождь и скользкое поле, игра изобиловала опасными моментами. С первых минут российские футболистки взяли инициативу в свои руки и периодически атаковали ворота соперников. Болеет за сборную России команда «Кубаночка». Сборная края на правах хозяев тоже принимает участие и имеет в активе уже три очка. Конечно же, мы болеем за сборную России. Мы все россияне, тем более, что четыре представителя краснодарского футбола будут принимать участие за сборную России. И это для нас престижно и почетно. Поэтому мы, естественно, и как за команду, за страну будем болеть, и еще плюс болеть будем за наших девчонок, чтобы они проявили себя достойно. В напряженном матче молодежная женская сборная России одержала уверенную победу. Мяч побывал в воротах соперниц два раза. Три очка – это еще не повод расслабляться. Впереди тяжелые матчи со сборной Азербайджана и Израиля. После того, как в 2010 году постоянным местом проведения турнира стал Сочи, интерес к чемпионату возрос. Соответственно, расширилась и география участников кубанской весны. И это неплохая возможность развивать футбол в Краснодарском крае. Администрация края и федерация футбола придает очень большое внимание развитию женского футбола. И, конечно же, этот турнир придает новые перспективы, импульсы и популяризирует футбол среди девочек и женщин. У нас в крае женский футбол достаточно динамично развивается. И за последнее время много девочек пришло в детско-юношеские школы. За историю существования турнира «Кубанская весна» уже несколько его участниц стали лидерами своих взрослых национальных сборных. Возможно, юные футболистки, которые сегодня находятся в Сочи, в будущем будут защищать цвета своих флагов на взрослых турнирах. А сочинцы снова могут поболеть за своих совершенно бесплатно на мацестинских футбольных полях. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.